Общественный транспорт – ключевой элемент инфраструктуры города, а его доступность и комфорт – важные показатели качества жизни. Уже который год в столице республики поэтапно идет транспортная реформа. В ней участвует и Чебоксарское троллейбусное управление. Ситуацию с выездом на место обсудили депутаты городского собрания. Чебоксарское троллейбусное управление было создано еще в 1964 году. В советские годы столичная сеть считалась одной из лучших в стране. Регулярно обновлялся парк, стабильным был коллектив. Кризисные времена повлияли на работу коллектива не лучшим образом. Не хватает машин. Несмотря на постоянно растущую стоимость проезда, предприятие работает себе в убыток. Мы посмотрели весь сам парк. Он, конечно же, у нас изношен на 70%. Надо его обновлять. Также мы посмотрели специальность, это спецтехнику, которая также помогает троллейбусному управлению. Тягачи, те же самые буры, они у нас тоже изношены на 100%. Сейчас в городе 17 маршрутов. Столица растет. Появляются новые микрорайоны, жители которых очень нуждаются в транспорте. Благодаря федеральной поддержке за последний год в Чебоксары поступил не один десяток троллейбусов, в том числе на автономном ходу. Это позволяет создавать маршруты в новых микрорайонах, без строительства контактных сетей. Одна из последних хороших новостей – на днях парк пополнился еще 68 новыми машинами. 14 из них запустят в микрорайон Солнечный. Все новые поступившие троллейбусы будут распределены по всем маршрутам для того, чтобы была доступная среда. Поэтому горожане увидят на всех маршрутах новые троллейбусы. Но это лишь частичное решение проблем. Пора модернизировать имеющуюся контактную сеть, покупать обслуживающую технику. Депутаты намерены вернуться к обсуждению вопроса на заседании профильного комитета.